Привет, друзья мои! Мы сегодня в гостях у Светы. У Светы очень необычная, по крайней мере, для меня вид творчества. Мы сегодня посмотрим, чем она занимается, заглянем в её ящички, порасспрашиваем, её зарабатывает она этим или нет. Света, привет! Всем привет! Расскажи немножко о себе. Я Света, я занимаюсь квилингом, называю себя квилингисткой. Что такое квилинг? Может быть, для кого-то звучит странно, как ругательство какое-то. Квилинг – это вид бумажного творчества. Я занимаюсь конкретно контурным квилингом, то есть создаю картины с помощью бумажных полосок. Можно рисовать всё, что угодно. В принципе, то же самое, как вы рисуете карандашом, только я рисую не карандашом, а полоской бумаги. Тут, конечно, творчество безграничное. Всё, что угодно можете сделать, зависит от вашего желания. Ну и этим я зарабатываю, то есть у меня, по-моему, полноценный рабочий день. Изначально всё начиналось, конечно, как хобби. И, наверное, как у большинства я начала заниматься в декрете, чем позаниматься с ребёнком. Вот случайно мы нашли квилинг, нам нужно было делать поделку для детского садика. И вот я увидела такую идею сделать дерево осеннее из бумажек. Вот мы начали крутить полосочки. Ребёнок, конечно, через 10 ушёл, потому что она устала уже. А мне так понравилось, я поняла, что идёт время незаметное. И как-то вот так раз, и щёкнула. В какой момент ты поняла, что ты можешь этим зарабатывать? Ну, не сразу. Я, на самом деле, квилингом занимаюсь уже в течение пяти лет. И года два я, наверное, просто выкладывала что-то сначала на своей личной страничке. И пошёл, конечно, хороший такой отзыв сразу от моих знакомых. Все говорят, ой, как здорово. Сейчас я смотрю на те работы, которые я делала, ну, как бы, ну, что там? Ну, тогда всем нравилось, мне нравилось. А потом уже подумала, что, наверное, нужно сделать отдельную страничку. И, честно говоря, я подходила к этому вопросу осознанно. То есть я прям продумала заранее. Я не думала, что я буду зарабатывать, но я хотела привлечь аудиторию. Я хотела привлечь ребят, которые будут просто меня лайкать, на самом деле. Я думала, что это прям вот будет, ну, как бы, не знаю, для поднятия самоотценки, может быть. Ну, как-то так. Ну, Света, ну ты такого успеха добилась. Я же смотрю, у тебя 70 тысяч подписчиков в Инстаграме. Столько вообще этих сердечек, лайков ты добилась. Как ты это всё добилась? Ну, тут можно много советов, на самом деле. То есть у тебя есть какие-то, да? Есть. Секреты, да? Ну, или советы, которые ты можешь, если что, написать в комментариях, например. Могу, да. Моя большая гордость, что я никогда ничего не оплачиваю. То есть никогда не было смысла... Я бывает оплачиваю рекламу, но реклама только, если я провожу какой-то мастер-класс, и мне нужно привлечь вот аудиторию, чтобы люди просто ко мне пришли на онлайн-встречу. Ну, онлайн-оффлайн-встречу. А где ты проводишь? Я проводила в Москве и в Петербурге. Вот. В Москве очень хорошо собираются ребята. И я смотрю по статистике, у меня, в принципе, намного больше из Москвы, чем из Петербурга подписчиков. Вот. И ещё плюс, не забывайте, что если так посмотреть, у меня очень много комментариев иностранных. Да. То есть у меня, на самом деле, мне надо ехать проводить мастер-классы в Иран, в Индию. Даже, я почему-то думала, в США, ты такие самые интересные. В США у меня много именно клиентов, а тут, то есть всё, что я делаю, я туда отправляю, в основном всё в Америку. Ничего себе. И тогда в Европу, у меня почти, если что-то в России... То есть тянителей русского квиринга нет? Почти нет. Я вам скажу, что я на самом деле за этот год, ну, за предыдущий год, наверное, продала, я, наверное, работы три я продала в Россию. Мои работы в России остаются только те, которые отдарют своим друзьям. В основном мне не покупают, хотя я для наших продаю дешевле. Там... Там туда дороже, и только туда отправляют. А где ты продаёшь? На ЕЦИ. На ЕЦИ, да? Да. А как ты там оформила всё? Как ты поняла, как там продавать? У тебя знание английского есть или кто-то тебе помог? Ну, знание английского у меня не могу сказать, что у меня прям идеальный английский, но я немножко его понимаю. Но на самом деле со временем там это глаза боятся, руки делают. Просто в один момент я поняла, что это востребовано за границей, и надо просто сесть и сделать. У меня началось всё не с первого магазина. Первого магазина я закрыла, потому что я просто не занималась, у меня там было пару продаж. И я просто сделала, думала, сейчас все налетят, все раскупят. Вот у меня было так же, Света, я открывала на ЕЦИ, думаю, у меня такие классные, я в Инстаграме продавала иностранцам. И подумала, раз у меня иногда покупают в Инстаграме иностранцы, сейчас я открою на ЕЦИ. Но у меня было неудачно вообще. Я там месяца три, например, я платила за эти, получается, как они называются? Комиссия там идёт. Да. Но продаж не было. У меня было то же самое, и я была, конечно, разочарована. И ты закрыла его, да? Я закрыла, потом решила, что нужно отнестись к этому серьёзно. Так же, как я открыла свой Инстаграм в один момент и относилась к этому серьёзно. То есть я прям публиковала, я там общалась, я что-то делала. А в магазине я ничего не делала. И поняла, что ничего не будет просто так. И решила со второго раза уже посерьёзнее. Но тоже вяло текуще было. То есть я не могу сказать, что сразу налетели все и стали покупать. Продаж было больше, ну, чем в первом магазине. Но доход был не тот, которого я хотела. И в один момент, на самом деле, я ещё психанула один момент, я ушла на работу. Я решила, что и всё, наверное, квиринг это не моё. И наверняка многие с этим сталкиваются. Когда ты занимаешься творчеством, тебе это нравится, но доход не тот. Я раньше работала в университете на кафедре, где я там и училась. Туда не стала возвращаться, хотя тоже было большое желание, но бог ты с ним. Ушла я в колледж работать, преподавала. Поработала два месяца. Поняла, что я вообще ничего не успеваю, потому что я решила, что я тут успею всё. И работать, и хобби зарабатывать будут продолжать дополнительный доход. Плюс дети, муж, дом. У Светы двое детей. Да, у меня девочки, одна школьница, эти уроки вечером. Плюс у меня домашка от моих студентов. И это был такой ужас. Через два месяца я поняла, что я не могу. И я уходила туда с желанием пойти работать в школу. Например, дочери своей. Думаю, что я успею там точно всё совмещать. И на самом деле, вот такое тоже, я не знаю, наверное, уметь слушать себя. Я когда уволилась, каким-то странным образом ко мне сразу прилетело заказов 10. Ничего себе. Я вот потом вспомнила, я где-то прочитала, что оказывается, можно со своего магазина делать пин на Пинтерест. Я до этого не знала этого. То есть у тебя пошло с Пинтереста? Да. Ничего себе. Я сделала несколько пинов, и у меня сразу за неделю прилетело 10 заказов. И я такая... Промоушен работа! Я даже не знала, понимаете? То есть я уже в этом была года 3-4. И вот-вот... Ну вот, Санкт-Пересвета, ты увольняешься с работы, к тебе приходят вдруг 10 заказов, и ты... Я понимаю, что я получила за неделю столько, сколько я заработала в колледже. Обалдеть! И я такая думаю, правильно, что я уволила? Я просто не пошла уже в школу, потому что я хотела идти устраиваться в школу, хотела сходить на собеседование. Но я подумала... Света, вот у меня вопрос, подожди, смотри. Ты пошла на работу, потому что нужно, чтобы у вас были деньги, или просто ты не можешь ничего не делать, тебе надо работать? Я могу ничего не делать, честно говоря, муж мой, он как бы сидит дома, он не напрягает в плане денег, это мое сугубо желание. Конечно, если у меня... даже сейчас я уже зарабатываю, я могу помогать семье. Вот сейчас уже есть такой доход. Но поначалу это было на кофе, на косметику, на какие-то развлекушки. А сейчас хочется уже, конечно, помогать. Вот. И я просто сказала себе, все, ты вот видишь, надо просто заниматься этим, это знак судьбы. Я села, начала работать. И могу еще подсказать вам одну девочку, порекомендовать, которая проводит марафоны по ИТСе. Давай, отлично, давай мы ее напишем в комментариях. Я ей отзыв ни разу не оставляла, я в этом грешна. Да, вот я вот, что-то вот кого-то, но я ее всем рекомендую, потому что у меня есть рукодельница знакомая, я всегда рекомендую ее. Но официальный отзыв я ей не написала, тем не менее, я ее порекомендую, вот там в отзывах напишу, не в отзывах, а в комментариях. Пройдя у нее несколько марафонов, у меня сразу возросло число продаж. Сейчас я, конечно, могу сказать, что вот сравнивая зарплаты в колледже, я зарабатываю в два раза больше. Очень здорово, Света, и ты занимаешься своим любимым делом, и ты дома, да, больше времени. Я не могу сказать, что, конечно, я там ничего не делаю, там работаю два часа в день и отдыхаю. Нет, я, конечно, работаю много, но я еще понимаю, что у меня есть возможность роста, я понимаю, куда расти. Очень здорово, Света. Это, конечно, счастье, я всем вот этого желаю. Ну, ты большой пример для нас. Я вот для этого и хочу вдохновить других. Да, да, Света, ты, мне кажется, очень многим поможешь в своем видео, да. Давай немножко поговорим про твою мастерскую. У тебя отдельная комната, Света живет в своем доме, у нее здесь природа, тишина, я сюда приехала, просто обалдела от свежего воздуха. У нас, конечно, в Петербурге не так, вот. Хотя, это, ты же в Петербурге, да? Это считается Петербургом. Считается Петербургом, но у Светы, вот у нее отдельная комната, получается, вот у тебя здесь рабочий стол. О, сейчас я его сниму. Ну вот, да, у меня тут на самом деле... О, окошко. А здесь рядом это муж, да, сейчас тут работает? Ну, иногда я пользуюсь. А это тоже твоя, твоя часть, да, получается, я могу снять ее? Это муж, да, снимается. У нас тут, конечно, видишь, что стоит. Ну, ничего страшного. Так, и вот, получается, это тоже твои рабочие материалы здесь хранятся. Да, да, тут у меня, ну, конечно, комод творческий. Тут у меня, помимо этого для квилинга, тут много всего. Любая творческая девушка знает, что она складывает все, что не видит. Увидела, сложила, когда-нибудь пригодится. Так, Света, давай сразу работу сейчас твои посмотрим. И потом уже будем залазить в ящики. Ну, это недоделанная работа. Ну, вот это вот то, что, грубо говоря, мне нужно сделать вот на будущей неделе. Как классно. Это прям надпись. На заказ ты делаешь? Это я в подарок, и до сих пор новогодний подарок мне отдала. Вот это то, что нужно будет отправить на следующей неделе. Вот здесь просто у меня лежит именно то, что я вот делала вот на предыдущих неделях. Вот объем работ, грубо говоря, да? Обалдеть. Просто тем, кто не верит, что можно зарабатывать творчеством. То есть вот тут мы еще не доделаны, тут написать еще немножко. Эта фраза на латинском языке, in manus tuus, я, честно говоря, не знаю конкретно, как это правильно переводится. По-моему, это переводится, что все в руках и божьих. Там женщина заказывает уже не первый раз эту фразу. В Италию это полетит. Это моя любимая заказчица, потому что она отправляет все через DHL и отправляет сама оплачивать все доставку. Света, сколько стоит вот такая работа? Если в долларах, сто сто десять долларов без рамки, если в рамках сто сорок. Как ты цену ставила? Это вот кораблик, одна из самых популярных у меня работ, на самом деле. Вот он дорогой, я его ставлю за двести долларов. В рамке он будет в коричневом, у меня рамочка уже есть. Вот, но я цену поставила высокую за него, потому что я просто устала его делать. Потому что у меня заказывают очень часто, и я как бы, ну потому что, ну ладно. И вот к нему еще вот будет, но это недоделанная работа, то есть это все в процессе. Боже света! Это разным заказчикам идет. У меня вот мужчина из Испании заказал вот такой вот кораблик, и через две недели написал, что хочет еще маяк к нему, то есть он повесит вот, ну как бы, две работы. Классно. И как раз мне, ну из Америки заказали тоже кораблик, и думаю, удачно я сейчас все отфотографирую, будет красиво. Очень классно. Как ты, где ты берешь вот эту, я не знаю, как это, композицию? Паттерн. Паттерн называется? Да, ну на самом деле... Это ты что придумываешь? Придумываю. Я придумываю. Да, ну например, вот эту вот фразу, да, она мне заказала фразу, я ее на принтере распечатала, а потом карандашиком просто перевела. У меня нет даже дома принтера, естественно. Но я про цветы говорю. А цветы все сама. Вот сама фраза просто там технический процесс, да? Да. А цветы тоже сама по ходу. То есть она меня, например, говорит, я хочу в там розовом цвете, там с фиолетовым. Я уже сама по ходу подбираю цвета. То есть я правильно поняла, что у тебя есть прям уже постоянные заказчики на ЕЦ из других стран, которые у тебя покупают? Да, вот одна из них, которая у меня поставит заказ, я всюду, она может на кого-то там продает. Скорее всего. Но все равно, типа говоря, я зарабатываю на этом, поэтому тут еще ребенок заставляет. Ничего. Вот, это вот у меня резак. Так, давай поговорим. Я могу даже показать, хоть я нарезаю полоски. Давай. То есть ты не покупаешь полоски? Нет. Ты режешь из какой бумаги? У тебя какая-то специальная бумага? Вот сейчас краб бумага однотонная. Давай посмотрим. Это у Леонарда я покупаю. Это же акварельная или что такое? Нет, это скром бумага мистер Пейнтер, которая самая, вот она. Но это она не самая лучшая для квиллинга, просто контурный квиллинг позволяет просто контур, да, ставить. А если из нее крутить бумажки, то она, ну, немножко начинает ползти, не очень удобно. Сейчас я расскажу, что это у меня. Ну, грубо говоря, я вот беру вот так вот, да, и вот нарезаю. А как ты отмеряешь длину, там, ширину? Ну, я по сантиметру делаю. То есть ты уже на глазок знаешь? Или ты нарезаешь на бумажке и отмеряешь сантиметр? А я вот смотрю, вот, и как бы длину просто вот так раз, да, вот так раз. И сантиметр самый удобный, вот они получаются такие полосочки. Но я не только скром бумагу, конечно, использую, и я использую, вся бумага у меня хранится с 9. Вот мне интересно, просто нужна какая-то специальная бумага, которая гнется, хорошо закрепляется? Да, вот очень хорошая бумага, вот эта вот, сейчас поменьше кусочек найду, вот она, это фабриано итальянская бумага. Меня очень часто спрашивают, и она считается картоном, потому что больше всего 60 грамм, тут написано где-то, где-то написано, а, это 220 даже. Где ты покупаешь Леонардо? Я покупаю в Леонардо, иногда в магазинах для художников, просто приезжаю, мне нравится выбирать бумагу вот по ощупь, то есть я приду по цвету. А, то есть ты на ощупь, я тоже так же. Да, но мне вот, мне сам процесс, я не заказываю через интернет, конечно, если я уже знаю конкретно, какую фирму взять, какую плотную взять, я могу заказать, но, если честно, я до сих пор этого ни разу не сделаю. Ну, это, наверное, просто моя безалайберность, было бы, наверное, дешевле вышло бы, если бы я заказала бы где-то через интернет. А так, мне нравится поехать и выбрать. Ну, мне кажется, это тоже творческий процесс, пожалуйста. Это тоже творческий процесс, но это самый популярный вопрос, какая бумага, и еще популярный вопрос, какой клей. Клей ПВА, обычный. Обычный ПВА, да? Ну, какой-то он у тебя, подожди, контакт. Это контакт ПВА для бумаги и дерева. Ты в художественном уже купила его? Я купила в Акее. Ага, в строительном. Лучше в строительном, да, отделе покупать, потому что, если взять обычный канцелярский ПВА, он слишком жидкий, и он, конечно, ничего не склеит у вас. Вот. Ну, плюс хранение какое у меня, вот я, какие-то обрезки, да, потому что по-хорошему надо многие другие мастерицы по квиллингу, они сразу нарезают, у них все аккуратненько сложно, у меня такого нет. У меня хаос. Ну, как, то есть у меня здесь обрезочки, когда я работаю, например, мне нужно, вот, например, нам какой-то цвет, я выбрала, да, сразу нарезала. Ну, вот. Ну, как бы, иногда какой-то палитр. А это что? О, покажи, что это. Да, это у меня тоже все. Это вот полосочки, да? Полосочки, да. Вот для работы, вот, я делала в золотом сеть, у меня не было, я нашла просто какой-то обрезочек, из него уже там что-то начала делать. И у меня вот так часто бывает, что вот просто лежат, иногда я вот какие-то такие остаются, я из них что-то вырезаю. Ну, это просто вот такое хранение. Ну, вот здесь у меня немножко беленьких полосочек, вот. Как бы в процессе уже беру. А, это что, Свет? А, это для клея, ну, да, вот у меня огрызочки, я сейчас покажу. Это вот из Икея штучки в детском отделе продаются. Я в них клей наливаю, а там просто уже грязные. А, то есть ты наливаешь клей, и как потом наносишь на полосочку, чем? Сейчас я покажу, вот сам процесс как происходит, то есть, например, я клей выдавила сейчас. Вот, у меня есть такая штучка, это называется инструмент для квиллинга. Ну-ка покажи на ладошечку, ибо. Да. Ну вот, смотри. Закруглятик, да? Закруглять, это вот эта вот штучка. Вот она тут в прорези есть, а тут это для тиснения, вот. Но на самом деле, по-хорошему, нужно как бы вставить полоску сюда и закрутить. Я так не делаю. То есть, вот эти все круглешочки делаются за счет этого инструмента. Ага. Но я делаю не так. Я покажу, как я делаю, потому что, если крутить с помощью инструмента, ты, ну, как бы сломаешь немножко самой. Хоть хорошо получишь бумагу. Сколько у тебя мастер-класс совет стоит? Ой, недорогие мастер-классы до тысячи рублей, на самом деле. Я кручу бумажку другим способом. То есть, я вот этим, вот, стороной для тиснения закругляю сначала, то есть, как я продаю форму, а потом пальчиками делаю петелечку и закручиваю. И тогда она получается ровная и красивая. Ничего себе, ты уже закрутила. Да. Ну, то есть, вот все, что вот здесь сделано, это все пальцами делается. То есть, я не использую. Большинство других мастеров, тут у меня не ровно нарезано, когда поедине, нет, она даже уже, наверное, тут прорезь, это она уже склеилась, хотя не отстаивалась. Потоньше. То есть, она просто не закрутится красиво. И плюс, эта бумага, которую я использую, она... А у меня есть тоненькие бумажки прорезаные, что-то как-то. Ага. И бывает присылают на пробу что-нибудь. Это прям уже склейка нарезанных бумаг. А ты почему такую не любишь? Потому что она тонкая. То есть, квиллинг, он бывает разных... А толстые не делают такую? Не делают. Вот это вот та сфера, в которой можно развиваться, на самом деле. Заработать. Заработать, да. То есть, вот если закручивать... Сейчас я покажу. По идее, вот такой вот принцип. Когда я с детьми работаю, бывает, в мастер-классе детям провожу, они, конечно, крутят так. Это тоже для мелкой моторики очень хорошо. Но мы видим, что вот сама вот эта вот куглешочка, вот эта вот, она кривая вот. И она получилась некрасивая. А если я закручу ее пальцем, она получится ровная и красивая. Это ты вот за счет опыта, да? За счет опыта поняла. Сначала я делала только вот с помощью вот инструмента плеквилинга. Сейчас я его использую только как бы для того, чтобы придать форму. Ну, то есть, вот видно, да? Она красивая. Ты уже скручила какую-то красивую штучку. Да, да, да. Вот с детьми, вот, конечно, я использую или вот такую бумагу уже готова, чтобы со мной не нарезать. Вот. Ну, на самом деле... Ну, и легче, наверное, детям потоньше. И детям легче потоньше, конечно. Соответственно, пилинг, он бывает разный. Там можно делать цветочки другой формы, да? То есть, у меня контурный квилинг. И многие боятся контурного квилинга, что это он самый сложный. Подожди, то есть, есть разные виды контурный. А какой еще бывает? Я, честно, не скажу название. Потому что я в этом, в теории, я не сильная. Просто мне понравилось, начала конкретно квилингом контурным заниматься. Очень красивый квилинг, Свет. Потому что до тебя, я вообще думала, квилинг, это, ну, честно, что-то вообще неинтересное. Так и большинство так все и думают. Работа такая обалденная. А большинство так все и думают. Это просто, на самом деле, контурный квилинг, он несложный, если использовать правильную бумагу. Нужно ставить контур на контур, да? Вот за счет контура получается рисунок. И нужно ставить бумагу на грань. Если ты вот эту тоненькую бумажечку поставишь на грань, она у тебя не приклеится, она будет все время падать. И она, конечно, встанет. То есть, вот нужно, например, буть волну, да, сделать. То есть, я, конечно, ее поставлю вот так вот, и она у меня приклеится. Ну, за счет опыта. А кто первый раз делает, например, буквы делать, это же очень сложно сделать вот там ровно, поставить вот так. Она будет заваливаться, она будет неровная, некрасивная. А плотная бумага, она у тебя встанет. Ну, это, на самом деле, самый главный секрет вам раскрываю. Кто хочет заниматься контурным квилингом, просто используйте хорошую бумагу и клей. А это все в доступе есть, особенно из Петербурга. Вот, и просто ты, ну, начинаешь формировать вот картину, да, с помощью хорошей бумаги, и получается все красивее. А основа у тебя есть какой бумага? Это обычная акварельная бумага. То есть, я, на самом деле, поначалу боялась, я думала, что будет гнув и все, но она, на самом деле, вот, плотная работа, но она ничего с ней не происходит. И я использовала грунтованный картон, я думала, что нужно основательно. А в итоге я пользуюсь вот обычной акварельной. не подошла. А неудобно, на самом деле, потому что все оформляю в рамки из Икеи, а они не все вот эти грунтовый картон под размерами, потом резать было так неудобно это. То есть, ты еще в рамку, да, и отправляешь в рамки уже? Ну, вот рамочка, она вот эта бабочка в маленькой рамочке, а потом у меня рамки... Это твоя просто работа, да, на стилисте? Это я тоже отправлю, просто я фотографировала вот эти вот рамки, вот это пойдет вот в этой рамке. Она глубокая за счет того, что стеклышко будет. Здесь стеклышко пока нет, потому что я когда фотографирую, ну, чтобы не бликовало. Ясно, то есть со стеклом. А ты уже, у тебя цена уже с рамкой, да, работает? Есть и с рамкой, и без рамки. Ну, соответственно, клиент сам выбирает, потому что если я отправляю вместе с рамкой, туда ставка очень дорогая за счет тяжести. Вот тоже вот рамка, это самая такая рыбая. Еще у меня тут ноу-хау. О, ну, ты такой красивый. Это ты Свет Самой же нарисовала? Это я акварелькой дорисовалась, значит, покажу. Это буква С уже? Вот Света. Света, ты... Ну, месяцы как буква С еще, или ты как буква С не рассматривала? Слушай, я с вами первый раз подумала по букве С, это тоже я буду отдавать на этой неделе. А, это у тебя тоже заказ, да? Да, но это у меня как бы я решила добавить еще... Лайтбокс, да, то есть, возможно, я ставлю сюда паспарту, ну, то есть, чтобы просто был свет. Пока просто я его сделала, как вот... Прикольно, где-то эти лампочки взяла тоже в Икее? Валила мерленку. Интересно. Ну, да, вот это вот я рисовала сама, а потом уже наносила рисунок. Вот, вот такая как бы... Сколько стоит вот этот лайтбокс? 150 долларов. Ну, это будет стеклышко. У меня проблема, мне не отснять на айфон с этими огоньками. Ты фотографируешь работу на телефоне? Все на айфон. А вот, давай, ты хотела, кстати, сразу рассказать мне вот про штатив. Давай его сюда. У тебя такая интересная штука сверху. Я снимаю еще мастер-классы, и сейчас я стала уже делать платные мастер-классы. Онлайн, да? Можно пройти обучение у тебя? Ну, оно как бы, то есть, записан урок просто, который можно приобрести, и у тебя будет файл как бы. А что это? Вот сюда я ставлю телефон. А, то есть это крепление такое? Крепление, да. Интересное такое? Я на самом деле не знала, где мне вообще взять такую штуку, чтобы, то есть, руки мои были видны вот так вот, да. А мне муж признал. Муж сделал, да? Молодец, какой свет. Из-за лампы, это лампа, вот, лампа. У меня муж тоже, да, из икеевской лампы сделал. Да, и сюда вставила вот какую-то, там какая-то что-то прикрученное, а это для держателя телефона просто. То есть я сюда вставляю телефон, ну, соответственно, можно настроить там, да. И вот снимаю, и все это делаю с помощью обычного айфона. У меня айфон седьмой там. То есть ты сняла мастер-класс? Да. А где у тебя его можно посмотреть? Ну, у меня тоже на ИТС и продаж. Тоже там есть мастер-классы? Да, вот это у меня следующее, вот чем я сейчас активно занимаюсь, я делаю сейчас мастер-классы, чтобы у меня был пассивный доход, это уже как бы такая идея. Потому что я его выложила, да, и мне его купили, и мне сразу пришла денежка, как бы, за него. А сколько стоит? У меня сделаны сейчас три мастер-классы, все разные ценовые категории. Есть простенькие за 10 долларов, причем это видео. То есть это прям все там с английскими субтитрами. Я их сделаю потом и с русскими субтитрами, или я сама озвучу. Ты сама звук субтитры делала, или заказывала кто-то тебя? Я сама делала. У меня, правда, то есть я сделала первый мастер-класс, я очень боялась, я думала, что сделала какую-то ерунду, и переживала. Я оформила полностью мастер-класс, отправила своей сестре, у которой идеальный английский язык, она, в принципе, в России живет. И она мне проверила, сказала, что у тебя вообще-то ни одной ошибки. Я сразу такая, ох, я могу. Но честно, мне помогает, конечно, гугл-переводчик, просто уже когда ты постоянно с ним работаешь, ты уже даже понимаешь, как фразу на русском написать, чтобы он нормально его на английском написал. То есть, грубо говоря, стараюсь думать, как англичане. А у тебя отдельный аккаунт для мастер-классов на ЕЦИ, или прям в этом уже? Нет, все там же, может быть, потом я это разъединю, потому что, конечно, у меня большие планы по поводу мастер-классов. У меня прям столько идей появилось, я думаю, вот можно и это делать, и это. Я переживала, что я выложу, мне никто-то не купит. И, конечно, я выложу, я сначала никто не купил. Потом у меня жила второе, и выложила три. Второе у меня потяжелее, там, 18 долларов, и самый тяжелый, там, да прям, где много разных я там фишечек своих рассказываю, я его сделала за 22 доллара. Вот. Каждое видео там примерно по 30-40 минут вот так вот. Ну, то есть весь процесс, все полностью рассказываю. И там, ну, то есть я выложила, и там первые два-три дня мне никто ничего не покупал. Я сделала публикацию в Инстаграме, думаю, сейчас придут клиенты, не пришли, я расстроилась. А в этом раз, заказ, два-три, у меня уже вот, то есть я выложила неделю-две назад, первый раз, у меня уже пять этих мастер-классов купили, может показать ли, я не знаю. Ну, я делаю сердечки, перед днем с Туалентина, дальше я буду делать вот буквы, хочу делать, то, чтобы буквы пользоваться спросом, и мало кто их умеет делать. Ну-ка, покажи, ты вон ту буквы имеешь в виду, да? Это вот работа давно я делала, да, своей дочери делала, София. Вот. Ну, это такая большая. Да. Это вот эти буквы, да? Да, но только я их буду делать меньшего размера, но я так делаю, как бы объясняю такой принцип, что как бы то, как я объясняю, можно делать любого формата, то есть можно делать маленькую, большую, вот, если мне это пойдет, конечно, легче продать мастер-класс, да, потому что один раз вложилась в него, и потом... и он как бы автоматически, соответственно, там за две недели заработал уже 100 долларов просто вот на то, что я записала, я поняла, что надо делать. В принципе, у меня пришел уже отзыв хороший, по человеку по нас, ну, значит, как бы, я переживала, что людям не понравилось, с другой стороны, придет отзыв, значит, я, ну, негативный, предположим, я спрошу, что не так, я не смогу это исправить, да, то есть, ну, обратная связь должна быть. А вообще, были у тебя негативные отзывы? У меня не было негативных, ну, таких прям, что прям, что-то не нравилось, у меня была ситуация один раз, именно с оригинальной работой, там, что-то я неудачно приклеила саму бирочку, просто, как открытки, потому что иногда просто открытки отправляю, вот, и, ну, то есть, она получила, и все понравилось, работа была хорошая, ну, я не знаю, почему я там, как-то, или клеем, у меня сработал, ну, не знаю, вот, она написала, просто поставила 4 звезды, и сказала, что... не было, в общем, у тебя 4 звезды, это хорошее, я еще думала, как же я могла так, ну, это перфекционист наш, который помешает работать. Света, ну, давай залезем в твои ящики, это у тебя комод из Икеи, ты его специально брала, под хранение материала. Это комод у ребенка складывала вещи, когда он брал, все, вот я забрала, да. Он уже такой, у меня шаткий вал, и вот тут, ну, тут, тут просто вот то, что вот для творчества. Что еще для квилинга нужно? Тут для квилинга ничего, не нужно только от времени. А, то есть это просто, да? Это просто, то есть у меня уж на самом деле, ну, то есть я иногда использую творитель, бывают какие-то там, эти краски, как их, аксиловые, да. Ну, давай дальше тогда. Тут всякие, тут просто, тут у меня просто нужны от работы. Работы готовые, которые надо отправить, или которые у тебя есть в магазине? Которые есть, которые нужно отправить, да, вот это вот тоже я буду отправить. Так 8 марта, да, ты делаешь? Это вот сейчас заказывали, я это делаю. О, Свет, а, это то, не все. А сколько сердечко такое стоит? Ой, это же я надо вспомнить. Ну ладно, давай говоришь. Это оно у меня на отправку. Я тебя перебила, рассказываю. Ну, сердечко, они недорогие. Тоже это все, вот сердечки у меня. Вот это я делала для мастер-класса, как раз. Вот это вот, это маленькое сердечко, но там оно несколько там, то есть там видео было сразу несколько сердечек. Угу. То есть, вот. Ну вот идеи, композиции ты сама придумываешь, да? Тебе бумага навевает. Да, да, что-то увижу, то вот делаю. Ну, это вот, например, сразу мне это все перемен. А, вот это мне нравится. Вот. Тоже, вот как бы идея возникла, я сделала. Ну, то есть, пока ее не купили. Что-то висит в магазине просто вот. Угу. И вот какие-то фразы, вот, например, белье, да, вот я взяла, перенесла, да, потом уже сам рисунок. Это вырезанная прям, как ставить можно. Это вот, да, я вырезала. Слушай, как идея такая, я хотела дочери. София, прикольно. Сюда вставляется вот эта вот штучка для высыпания. пяльца, да? Да, и она очень красиво смотрится, это как игрушка новогодняя была. Тоже продевала, да? То есть, такая идея, да, да. А вон, покажи розы. А, это тоже для мастер-класса, для детей я делала, это мы учились, крути, да, они вот такие вот. тоже всякая для клето-упаковочная что-то. А подожди, открой, это что-то такое красивое, какой-то Новый год у тебя? Это еще с Нового года останется. Это ты используешь для упаковки? Иногда, да, что-то, если отправляю, ну вот бывает что-то красивое. Бывает, как будто просто вот, ну тут у меня все, все, что не по-прости. Всякие ленточки, да? Всякие ленточки, да, тут есть какие-то стразики, то есть я иногда это использую, вот. Ну, просто лежит, вот бывает что-то там приклеить надо красивенько. Мне нравится конечно упаковывать, на самом деле тоже уходят на это. Ну, достаточно денег, но зато это симпатично выглядит. Да, ну упаковка тоже играет большой роль. Упаковку, да, и американцы это очень любят, то есть вот им нужно, чтобы симпатичные какие-то у меня тут. Я тоже люблю, я не американка, но я очень люблю. Так, и нижняя. Нижняя у меня тут просто, ну тут упаковка как раз таки. Ну-ка давай вот про упаковку как раз сейчас с тобой поговорим. У тебя почтовые пакеты, Почта России, где ты их берешь? Я их покупаю в магазине, графит по-моему, или как-то так. В Петербурге, да? Да, они недорогие, потому что если покупать на Почте России, они дорогие. То есть я их заранее беру, они тут разного формата, плюс у меня есть конвертики, а это конвертики? А, это ты открыточки? Это открытки, да. То есть иногда же, ну без рамок заказывают. Конвертики там уже берешь? Да, там тоже продаются, они тоже, там есть симпатичные конвертики разные. Здесь там какие-то сединаровые. Ну это я не отправила, я на самой дочери взяла. Плюс я еще вот такую штучку купила, это иногда я тоже отправила. Это я на открытки. Открытки, да. То есть ты уже купила, готовлюсь открытками? Да, ну я не знаю, это можно купить на Алиэкспресс, но я это купила в магазине для флористов. Не знаю, почему там лежали, такие я уже видела, но я покупаю это в авиагородке, там очень много магазинов именно для флористики. И там можно всякого купить, вот такого симпатичного. Тем более мне тут не так далеко ехать. Я приезжаю, там бывает покупаю упаковочную бумагу. Там дешевле, да? Там дешевле, да. Там просто плюешь, там настроение поднимается. Вот, ну тут какие-то, например, стеклышки, которые остались. А, ну все, достаю. Ну они вот для рамочек, то есть какие-то я что-то вытаскиваю, они еще в пленке. Потому что когда я фотографирую, нужно снять стекло. Ну какие-то такие вот... А ты отправляешь, пленку снимаешь потом? Да, я снимаю, сразу все упаковываю. Еще иногда отправляю в таких коробках. Это уже когда в рамочке, да, наверное, работают? Да, да. Ну, просто бывает, когда большие, 30 на 40 берут. Это неудобно. А вот такой формат хорошо сюда вставляют. Это 23 на 23, она прекрасна. Я ее использую пузырчатую бумагу, вот эту бумагу, вот эту пленку. Где ты берешь? Коробку, пленку? Коробку я могу оставить. Ссылку оставишь? Ссылку на девочке, которая... Ну, в общем, да. Спросите в комментариях у Светы. Ой, мы же еще вот тут. А у тебя стол, подожди, у тебя же стол выше, чем обычно, да? Выше. У меня тоже лайфхак, у меня нет большого стула. А, ты на двух табуретках. А я думала, это не так просто для двоих. А, ну все. А ты, получается, стол сделала сама, ты купила в Икее вот эту вот... Или это так и был такой стол? Нет, у меня сами столбы просто без этой штучки. У меня было все навалено, внизу стояло. Я устала, и как-то пришел муж с работы, а я у ребенка вот забрала. А, вот эту штойку ты сама, да? Я ей говорю, муж, спусти, пожалуйста, мне поставить вниз. Ему уже некуда полотеваться, он поставил, а я тут все распределила. Очень здорово. У тебя прям и стол на американский такой манер, знаешь, у крафтеров в основном бывает. Да? Да, то, что они у них как бы выше, чем обычно, тут и система хранения. Просто я сделала, я не подумала, то есть я не подумала, что он был слишком высокий. Я как-то так и сделала, а потом подумала, ну, поставила, а я села на одну табуретку, ну, виск очень. Поставила две, пока еще не купила просто по себе. В принципе, такая разница, и так работаю. Вот, значит, это я беру в Leromer-ленту, ну, это даже в Ikea. Давай тогда уже сразу и под стол залезем к тебе. Да, у меня тут здесь просто хранятся рамочки. Ты в Ikea их покупаешь, да? Все беру в Ikea, на самом деле, самый лучший вариант, потому что нужна глубокая рамочка, чтобы, стеклышко можно было поставить. Вот, и альтернативы я не нашла. Я не самый бюджетный. Вот, что тут у меня? Ну, тут книжки, у меня тут много всего. А это что, Света? Это просто какой-то завал, не для работы, да? Тут, на самом деле, да. Это у тебя какие-то, подожди, буковки? Буковки я делала, я ребенку заказывала, которые мы так и не повесили. Тут у меня где-то просто идут, ну, там книжки еще мои. Нет, не то дело, мы сделали из забоев. Мы на самом деле хотели азбуку ребенку повесить, ребенок уже вырос. Мы так и не чувствовали. Ну, ясно. Теперь я думала, сделать, например, какие-нибудь просто фразы из букв, например, там, да, счастье, семья написать. То есть, мне не шалко выкидывать, все-таки это деревянное, да? А просто мы... Сначала у меня ребенок просто рисовал, вот они вот тут рисовали, что-то у меня мазюкали. Получилось не все красиво, и мы просто уже потом наклеили. А ты украл бумагу? Это обои. Какие красивые обои. Из-за остатков обоев, которые с ремонта остались, мы вот наклеили, и мы думаем просто вот, ну, как-то украсить, потом просто... Ну, время дойдет, вот дойдут руки, но не я же буду вешать, а муж. Поэтому вот так я сделаю. Еще у меня тут, ну, вот, это вот мой завал с бумагой. Это, ну, можешь, ну, смотри, если неудобно, можно не доставать, и так видно. Просто вот, вот моя вся бумажка, вот. Это, которая тоненькая или толстенькая? Тут толстая вся бумага. То есть, это тоже в работе ты используешь? Да, тут бывает у меня заканчивается что-то, я открываю свой ларец, и ищу что-то здесь. Вот, просто бывает вот, заказывают, бывает просто какой-то заказ особенный, я иногда делаю букет, свадебный. То есть, в Америке тоже есть такая традиция, как вот у нас, у нас бумажная свадьба, по-моему, второй год, а у них бумажная свадьба первый год свадьбы. Вот, они заказывают букет бумажный, который у них был на свадьбе, и, соответственно, там бывают особенности, недавно я делала, попросили коралловый, там, там, цвет коралла, и я долго искала такой цвет, то, что вроде бы это оранжевый, но это не оранжевый, и надо бы это было найти, и я искала, вот, перебирала здесь, какие-то все подбирала. Как это выкручки? Я поехала в итоге в несколько магазинов, нашла я этот коралловый цвет, все, конечно, у меня сложилось, но бывает, вот, да, ради одного заказа приходится ездить, искать там 11 цветов, но, с другой стороны, мне, наоборот, нравится делать что-то такое необычное, потому что, когда ты делаешь один и тот же корабль, ты устаешь, да? Хочется сделать уже что-то оригинальное. Надо еще дороже его сделать. Надо еще дороже, чтобы уже, тогда, знаешь, с удовольствием, 500 долларов у меня он стоит, сейчас как я сделаю. Да, да, да. Вот. Здесь у меня, что-то там бывает, конечно, какой-то клей, какие-то остатки. Это какие-то другие клеи у тебя? Это тоже клей ПВА-Контакт, просто они поменяли упаковку, вот это мне клей присылали на, ну, просто попробовать, протестировать. Он специальный? Ну, тоже считается, типа, в Америке называется ПВА-клей white glue, просто белый клей, но я могу сказать, что он мне не очень понравился. Почему? Он совсем густой, то есть, вот, как бы, надо баланс соблюдать, чтобы он не был жидкий, совсем густой. А нельзя разбавить? Ну, что нужно, я не пробовала, в принципе, этот устраивает, я иногда просто его показываю на мастер-классах, то, что это, как бы, такая фирма, которую можно найти на Амазоне, наверное, и если американцам нужно, вот они его заказают, то есть, я им покажу, они же не купят клей ПВА, который у меня, хотя ПВА, такая же аббревиатура на английском языке, в принципе, то есть, если набрать ПВА, не знаю, они какие-то странные, вообще ничего не понимают, им пишешь, им надо найти, прям вот конкретно, я ссылку нахожу на Амазоне, я их на ссылаю, потому что они сами найти что-то не могут, хотя так странно, сейчас все прогугли и все тебе напишут, ну, ну, какие-то вот, да, бывают акриловые, вот что-то, ну, что-то просто для творчества, для упаковки, наверное, как-то используешь, какие-то у меня тут, ну, всякие, еще иногда, ну, это то, что я иногда, бывает, храню для мастер-классов, вот у меня батные палочки, например, я ими убираю клей, ну, просто вот у меня под рукой, чтобы, ну, и если я с собой взяла, там сразу положила, если какой-то уеду, с мастер-классом, вот, тут какая-то тоже просто упаковывать, ну, коробки какие-то там, не помнишь, что у меня бежит, это же такая штучка для хранения пакетов в языке, ты хранишь бумагу и обои, да, я уже поняла, что это обои, такие красивые обои, у вас газеты вы их, это же у девчонок, помните, у нас поднимся, посмотрим, ну, у меня, у меня уже закончилось, это тоже обои, это не обои, это просто упаковочный бумаг, который я покупаю в таких магазинах для творчества, классно, она такая симпатичная, да, ну, у меня, у меня, на самом деле, было много, у меня почти все закончилось, просто мне нужно съездить обновить, ой, Света, возьми меня, я тоже туда хочу съездить уже, съездим, да, вот, еще вот немножко оттуда, какой-то у меня, тоже там же я брала, она такая вообще нежная, очень красивая, ух ты, такая очень симпатичная, здорово, здорово, и вот там вот я это покупаю все, и упаковываю, ну, да, это удобно, кстати, штука, вот, поставить, но она у меня не закончена, угу, ну, ты так соединила, они у тебя, комбуток, а вот эта вот штучка, это вот для, это для бумаги, это и киевская, а на самом деле, мы их покупали, как они, блин, дорогие, просто сейчас, они сейчас дорого стоят, как бы, просто для хранения бумаги, как-то, жалко, это вообще классно, мне очень нравится, как здесь бумага хранится, да, это очень удобно, да, и вот здесь, немножко даже скраб бумаги есть, то есть иногда я что-то использую, бывает, у меня были такие идеи, на самом деле, я делала, вот, например, я брала вот такую вот бумажку, и сверху наносила рисунок, контур, вот, делала из, то есть это была, ампер открытка, я вырезала, да, и сверху квилинг наносила, а почему перестала? Ну, как-то это не оправдало себя, то есть это красиво, в принципе, это покупали, ну, как-то, бывает просто эта бумага заканчивается, ну, ее искать, а у меня этот товар висит, как бы, короче, я решила, что не буду продолжать, ну, кто-то хочет, возьмите на заметку, что делать так же. Света, вот шкаф у тебя, есть тут что-нибудь? Слушай, на самом деле, он у меня неудобный, надо переставить эту самую, потому что, шверцу, да? Да, ну, тут хранится, ого, целый шкаф, подожди. Ну, тут тоже, да, вот просто хранится что-то, вот, Новый год, упаковочка, вот я делала раньше, занималась всякими елочками, что-то у меня там Дед Мороз, который нужно сделать, а именно еще советские, хочу вот реставрировать, но у меня опять-таки руки не доходят. Ну, вот что-нибудь интересное мы тут найдем? Ничего не найдем, пропилинга, да, а вот наверху коробочки. А, это про заколочки, да, там девчачьи заколочки, все. это бумажка? Вот эта вот штучка, вот так вот, для бумаги, я тоже хочу как-то приключить, мне пока идеи нету, мужского на стену вешать не будет, мне жалко, вообще, у меня муж так про зеркала, опять зеркало, я не буду дырку, но мне удобно здесь, потому что-то вот то, что я не так часто использую, то есть я вот взяла, ковременную бумагу, себе поставила. А как ты ее используешь, вот именно эту бумажку убедешь? Ну вот, и просто вот у меня стоит она, вот если мне нужно взять, нет, бумажка вот эта тебе, как в день. Я ее использую для основы под открытки, еще вот я, например, допечатаю, вот, например, я хотела сделать работу, home sweet home, ну то есть у меня вокруг должен быть квилинг, то есть здесь дробик вот, а вокруг квилинг. А где ты берешь вот эти надписи? Я их просто скачала в интернете, пошла распечатала, и говорю, у меня до сих пор нет принтера, но он появится. Где, ты куда-то ходишь, печатаешь? Взять мир. Ездишь и печатаешь. то есть, ну, единственное, что я прошу их печатать на своей коварельной бумаге, потому что на ней хорошо ложится. Они, если печатают на своей бумаге, я на нее плохо клеиваю, некрасиво получилось. Поэтому, то есть получается, эта надпись, ее будет видно, да? То есть ты ее не будешь буквально делать? Иногда я делаю, а тут я решила попробовать вот, как бы, вот такой вот. Зато, это сразу цена несколько раз ниже, и человек, если хочет, он мне заказывает. Ну, то есть, я, конечно, тоже, тут надо понимать, ценовая категория разная. То есть я поначалу, когда выставляла работу, у меня там по 100 долларов, ну, у меня тут нет продаж, ну, какой американец купит? Потому что, ну, для него 100 долларов, это тоже деньги, да? И он не доверяет, какая-то там девочка из России, сидит, что-то делаешь, он там купит. Вот. И нужно было делать что-то, что американец может себе позволить, да? То есть я делала какие-то открытки, там, по 10 долларов, То есть ты начинала с малого, и потом уже зарекомендовала себя, да? Появились продажи, видно, что ты магазин уже такой проверенный, и уже можно и подороже продавать. То есть сейчас у меня есть открытки, которые я там продаю по 30, по 40, долларов, которые изначально были по 15. Здорово. Ну, просто, и как бы, я, конечно, сначала уходила в минус, но это нужно было для продаж. Вот. И недавно, вот буквально, я... То есть ты допинговала, да? Да. Понятно. Я понимала, что иначе мне понадобится запустить этот процесс. Да, Я радовалась, то есть я ходила, у меня первая продажа, я ничего, грубо говоря, не заработала, ну, ладно, я там иду хоть комиссию, поэтому платила себе денег на церковь, я что-то вот с этого получила. И сейчас уже, в основном, меня покупают, вот, средний чек, наверное, около, там, 70-80 долларов. То есть что-то покупают за 150, что-то покупают за 30. Вот. Ну, они ждут, получается, так долго доставку? Бывает по-разному, конечно, да, вот этот Christmas, очень долго бывает. Вот Таня, кстати, тоже говорила, что когда Новый год, очень... Таня, вот девочки, кстати, и мальчики вдруг, кто нас смотрит, у нас есть видео про Таню, которая делает игрушки из фетра, вот здесь я вам оставлю ссылочку, она тоже продает на ЕЦе свои мобили, и тоже она вот жаловалась, что-то... Да, но это обычно вот такой вот, вот самый такой тяжелый период перед Рождеством в Америке. Как ты справляешься с ним? Ну, тяжело. Бывает просто, американцы, конечно, в последний момент пишут, когда уже прям совсем там поджимает, и, ну, то есть, если я сразу пишу, что доставка будет долгая, кто-то отказывает, кто-то соглашает, кто-то говорит, вот одна женщина, прям очень хотела, она говорит, пишите мне фотографии, и все равно перед отправкой фотографию делаю работы, и говорит, я покажу фотографию, скажу, что это придет в январе, я думаю, как приятно, что к ним приходят люди, которые готовы ждать, которые объяснятся там, то, что, видишь, бы это пришло, вот, но бывает такое, что, вот, например, я отправляю даже заранее, и где-то она там потерялась, это посылка, я, конечно, переживаю, но нужно, единственное, что общаться с клиентом всегда, я сама слежу за посылками, и если она теряется, я пишу там, вот, я уже написала там, я ее ищу, чтобы она не думала, что я ее кинула, да, я сюда пишу, что если вдруг что-то, я вам сделаю новую, или я верну деньги. Как ты вот на английском общаешься? Через переводчик ты все себе переводишь? Я через переводчик, но по факту, когда ты уже постоянно общаешься, примерно не те же фразы, сейчас я понимаю, что я уже пишу, я уже переводчик, да, потому что уже я пишу на автомате, но это пришло со временем, то есть поначалу, да, и они на самом деле все адекватно понимают, что у меня не идеальный английский, когда к нам приезжает кто-то из стран ближнего зарубежья, мы же понимаем, что они делают ошибки, мы же не хихикаем им лицо, правильно? Здесь то же самое, они очень адекватные, они очень доброжелательные, и любят они заказывать из России, и прекрасно все с нами работает, идут навстречу, и мне не было ни разу такого, чтобы как-то какой-то агрессии ко мне, то есть бывает, да, задерживаться посылки, а бывает наоборот очень быстро, у меня был заказ в Австралию, я думаю, сколько что идти там будет, дошло за 8 дней. Ничего себе, ты отправляешь почту России или DHL? Все почту России, я выслышала. В DHL я пользовалась только вот с моей этой любимой итальянкой, потому что как раз через нее первый заказ был у меня очень спорный, она мне заказала сразу, по-моему, 10 работ, но там были открытки, то есть там была тоже приятная для меня сумма, но я отправляла как бы такую коробочку ей через почту России. Оказалось, что в Италии пошлинный вот этот вот, как это называется, лимит, таможенный лимит, 30 евро. Ей надо было растаможку подить, да? Ей надо было растаможкой, там задержать, и они так вяло текуще все делают на таможне, почему почта России, на самом деле, прекрасно работает, потому что, когда я слежу за своей посылочкой... Ты же смотри, ты отправляешь почту России, пишешь декларацию, и там в декларацию... Я не пишу декларацию, я пишу все как подарок, они мне сами клиенты... А в декларации ты пишешь подарок? Подарок, да, я указываю. И в Пулково моя посылочка уже на второй день, границу она переходит на третий, на четвертый, и потом она переходит на сторону клиента, да? И в Италии у меня посылка висела два месяца, ужас. И ничего мы сделать не могли. А когда ты пишешь подарок, тогда она быстро проходит, и в Италию тоже? В Италии это не сработало. То есть только девчонки. Такой подарок, типа вот такая коробка. И она в итоге, конечно, получила, она там заплатила, но я подумала, она больше ко мне не вернется, я так и распереживалась. Но она мне написала еще раз. И как вы делаете? Она попросила, говорит, я оформлю все через Диэчель, потому что у них какая-то крупная компания, у них свой договор. Соответственно, я просто приезжаю в офис Диэчель на Пулковском часе, мне это все забирают, упаковывают, я ничего не плачу. Здорово. Я один раз решила посчитать просто вот одну такую вот работу, там минимум какую-нибудь отправить, оно мне сразу объем большой заказывает. И у меня маленькая самая, получается 7,5 тысяч доставка. Я поняла, что я никогда в жизни не пользовалась и не буду, потому что я не могу такую сумму указать в доставку. Света, у меня еще к тебе вопрос. Вот у тебя кораблик, ты говоришь, очень такой популярный. Нет у тебя проблем с повторением твоих работ, что кто-то так же делает, не делает дешевле. Ну, а вот эти все арабские страны, они постоянно, ну, во-первых, они делают хуже, чем я, да, поэтому я особо не волнуюсь. Во-вторых, ну, моя работа уже популярная, когда кто-то копирует, мне сразу понятно, вот там твою работу скопируют. Если честно, я вообще никогда ни с кем не ругаюсь по этому поводу, я даже не волнуюсь. Ну, то есть, как бы, у меня есть своя наработанная клиентура, ну, даже если у меня будут заказывать меньше от кораблик, я особо не расстроена. Да, во-первых, у меня надоело, во-вторых, для меня это как способ развития, вот я понимаю, мне кажется, тоже об этом. Если копируют, значит, уже популярно, да? Во-первых, популярность, да, пришла, слава богу. Пусть копируют. Давайте радоваться, пусть копируют. Был один момент, почему я стала делать платные мастер-классы. Света, сейчас ты так позитивно на все вообще смотришь, настроена, мне кажется, за счет этого еще у тебя успех. Ты большая молодец. Но я поначалу, то есть, я не особо активна в комментариях у себя там на страничке, то есть, я выложила пост, что-то написала и, как бы, отвечаю на комментарии там спасибо. Но в директ, если мне пишут там какие-то вопросы, то я обычно отвечаю. Я рассказываю все секреты свои, потом думаю, что же я делаю? Я вот так на рассказывался, я вот смотрю, что вот многие другие девушки начали просто использовать мои идеи, использовать мои секреты и их качество работы взросло просто в разы, когда я им все рассказала. Я подумала, что же за это деньги-то не взяла? Какая-то стала делать платные. Стала мастер-классы делать, да. Но знаешь, как у нас в скрапе, Света, вот ты проведешь мастер-класс, позовешь людей, а один человек купит, а даст пароль от твоего мастер-класса 100 мастерицам, и потом эти все мастерицы на своей странице и на ютюбе запостят мастер-класс бесплатно и расскажут, как это сделать. Вот именно поэтому я пока не сделала для России. Потому что я, конечно, вот это мне не нравится. Это мне ужас. Я только из-за этого, мне кажется, я не хочу никого учить. И я не делаю так с другими. Вот если я покупаю какой-то марафон или мастер-класс или что-то, я никогда никому не даю бесплатно. То есть я понимаю, человек вложил там силу. А были случаи или просили у тебя? Ну я как бы особо не распространялась, как бы, ну как бы я сразу позицию свою оглашаю. Я не буду этого делать. Потому что я понимаю, то потом ко мне так же боком прилетели. Все правильно. Вот. Ну у вас квиллинги тоже, да, такое есть? Да, да. Да, вот одна девушка, которой я помогала, я смотрю, качество работы ее на самом деле возросло. Я расстроилась. Я не помню. То есть я понимала, что в ней екнуло что-то внутри, а потом подумала, значит, для меня это пинок, значит, дальше надо развиваться. И слава богу, идея есть. То есть я понимаю, что еще можно делать, помимо мастер-класса, еще можно принты делать. То есть можно те же фразы. Я пока вот этого не дошла. А что это принты? Ну, например, вот эта фраза, вот пилинг, да, например, ее можно использовать в типографии. То есть ее можно отредактировать, ну, отфотографировать, отредактировать и напечатать как как, ну, то есть я поняла. Фразу, например, даже на билборд, грубо говоря, растянуть. Ну, здесь в основном так вот мастерицы всемирно известные, да, они так и делают. То есть сделали одну работу, а остальное уже принты, это еще упрощает. То есть, например, если я буду делать какие-то постеры, да, какие-то фразы, я могу их просто выложить в диджитал, да, наверное, или как это называется. Они, им пришел файл, они у себя распечатали. Или я распечатала им и прислала не оригинальную работу, а просто принт прислала. Ну, как я, я пока этим не занималась, я даже не понимаю, как это делать. А где ты вот за этим следишь, Света? У вас есть какой-то комьюнити квиллинговый ваш? Да, мы с девчонками, да, вот когда я только открыла свой творческий вот этот блог, я стала, конечно, добавлять девчонок по квиллингу. Знакомиться с тобой. Да, мы стали знакомы, у нас есть отдельная группа, и мы там, общаемся, но на самом деле уже так подружились, мы уже там и по квиллингу, мы просто дружим, мы друг друга поздравляем, друг друга поддерживаем. Можно к вам попасть в группу? Ну, ты если квиллингом занимаешься там активно, мы тебя там добавим. Напиши в комментариях, но это как бы у нас такое. Будете проверять. Девочки, смотрите. Света, пойдем еще, вот здесь же у тебя упаковка есть, рассказывай. А, не может, у тебя есть вот эта вот упаковка, которую я у тебя, Катя? Вот, давай покажем, да. Помните, я даже купила такой гофрокартон, я упаковываю блокноты. Я сразу скажу, кто будет блокнот упаковывать, я очень буду расстраиваться. У Светы квиллинг, строилась. Мне даже приятно, Света. Да, я вот именно это, когда Удею увидела, я просто думала, как это здорово, потому что иногда у меня нет упаковки специально для больших. И вот я тоже вот использую, но у меня это какая-то неудачная получилась, она просто лежит. А так, да, в ней очень удобно, и она просто повеска не такая большая, и получается, от веса много зависит. То есть, ты специально делаешь под каждую работу, да, определенную, Да, да. На месте уже вырезают, тоже немножко бумажками хранится. Ну-ка, у тебя еще это галошник? Да, да, но тут просто какие-то еще есть рисунки, бывает дети, то, что делают, я сюда складываю. Просто, что как бы я... Ты купила в... Петровича. Петрович, я в Макси доме. Ну, в общем, есть строительная, да, смотрите, можете отрезать другой размер, и как вам надо упаковывать. И все, в принципе. Все посмотрели, Света? А вот это даже? Коробки как раз вот, которые складываются, они просто в разводном виде. Тут у меня есть листы большие, но это на самом деле бумагу, у меня дети на ней рисуют, я ее не использую. Ого! Класс! Класс! Я к бумаге отношусь с большой любовью, у меня все хранится, когда мне вот это пригодится. Вот пленка у тебя, икра бумага. Икра бумага, да, есть, ну, да, и я так... А пленка, это просто бывает в хозяйстве, что-то здесь лежит муж, по-моему. Я на самом деле такая коробочница. Мне тоже все жалко, у меня дома столько коробок, а эти коробки от Zara Home, они такие классные, но я скрипя сердце выкидываю их. я рука не... Ну, сейчас мы стали сортировать мусс. Я теперь хотя бы вот, если какая-то совсем уже эта коробка лежит никому не нужная, и я как бы сложу, хотя бы выброшу, то есть непрост так. Вот это вот тоже, по-моему, от Икеи, от чего-то, я думаю, нет, не выбрасывайте, оставьте, то есть бывает же какая-нибудь мелочевка в какую-то управляю, и в ней очень удобно там. А сколько она у тебя уже? Год лежит? Наверное, да. Где она лежит? Ну, как бы, ну, жалко, можно же упаковать, поэтому вот так вот. Так, ну, вставай, Света, будем прощаться. Во-первых, Света, большое тебе спасибо, что пригласила к себе в гости, то, что ты все вообще рассказываешь, ну, вот как ты говорила, ты девочке в директе все рассказала, так и здесь ты мне все рассказала, вообще ничего не скрыла, и, да, я очень рада, что твое хобби, я назову так хобби, да, увлечение, тебе же нравится то, чем ты занимаешься, приносит тебе доход, Света, я так рада, что я нашла такого человека, вот, и мне очень, знаешь, гордо, что я знаю тебя, и то, что ты отправляешь работы за границу, вот, и мне кажется, конечно, ЕЦИ, это хорошая площадка для продаж своих работ, если все-все хорошо настроить, и ты яркий тому пример, пример, я тебе пожелаю, Света, онлайн-школу по квиллингу, потому что я, вот ты же преподаватель, да, у тебя прям видно, ты хочешь делиться своим мастерством, рассказывать, да, и, в принципе, ты все понятно объясняешь, вот. У меня следующий шаг, что я вот как бы закончу все, что я хочу, я хочу чаще делать мастер-классы, то есть я хочу выезжать, не только в Петербург, там, Москву еще куда-то, вот, поэтому, если кто-то меня ждет, пишите, я внизу и приеду обязательно. Смотрите, под видео будет контакты Светы в инстаграме, да, наверное, мы оставим ссылку на тебя, вот, ну, и в комментариях здесь пишите, задавайте вопросы. У меня канал тоже есть на ютубе, он, правда, вялотекущий, я иногда что-то выкладываю, но я всем отвечу. Ответите, и в комментариях оставь на свой канал ссылку, вот, и если кому нужно знать, как, у кого, где взять информацию о том, как раскрутить себя на ЕЦе, пишите в комментариях, Света вам ответит. Да. Вот, Света, а есть ли у тебя что-то, какое-то пожелание нашим подписчикам, ну, нашим зрителям? Я могу пожелать, чтобы, слушайте, смелее будьте, вот, честно, потому что надо, ну, мы творческие люди, и мы смотрим на творчество, как способ самореализации, да, то есть, как бы, вот, для того, чтобы просто, вот, получить удовольствие от процесса, надо на это смотреть, еще как на бизнес. Ну, знаешь, сейчас многие тебе скажут, ха-ха-ха, творчество только для того, чтобы в душе было хорошо, кто зарабатывает деньги, это очень плохо. Ну, я считала, что, знаете, плакать в Мерседесе приятнее, чем на велосипеде. Света, я тебя поддерживала. Но я, а вдруг, я думаю, у тебя все впереди. Да, то есть, мне кажется, что нужно, кстати, я по образованию, маркетолог, я думала, что я никогда, никогда, потому что я не работала маркетологом никогда, я осталась преподавать на кафедре у себя, ну, вот, экономику, но сейчас я понимаю, что я прям применяю в жизнь все то, чем меня научили. Понимаю, что я умею мыслить, как предприниматель. Если у вас что-то не получается продавать, сейчас столько открытой информации, не знаю, бесплатной даже на ютубе, как продать свои творческие там работы. И просто начните учиться, и все у вас получится, будьте смелее. Спасибо. Можно зарабатывать. Спасибо, Света, огромное. Все, давай, пока-пока. Спасибо, что приехала. Слушай, на...